добрый день дорогие пекари сегодня я хочу вас познакомить вот таким просто невероятным красавцем он пузатый высоченный почти шарообразный красивый пропеченный со всех сторон с румянейшей прекрасной корочкой и это французский деревенский хлеб по опарной технологии я сама для себя решила что я хочу испечь хлеб на большой опаре это дает нам фору по времени быстрее созревает тесто быстрее вы получаете вот такой великолепный готовый результат здесь не было холодной ферментации ферментация вся была при комнатной температуре и вот такой потрясающий результат я уверена он вам полюбится понравится но разрежем и его в конце подписывайтесь на все мои каналы ссылка в описании к этому видео давайте начинать сегодня сделаем хлеб на большой опарем оба парах я уже рассказывал что такое малая парой и большая тоже рассказывала что такое густая пара что такое жидкая пара я тоже рассказывала оставлю ссылку на этот сюжет в описании здесь у меня базовая пшеничная опара как ее сделать я вам напишу в рецепте самом и также оставлю ссылку в описании как готовить базовую пшеничную опару и и я возьму за основу хлеба хлеб буду печь пшеничный на первом сорте муки с добавкой ржаной обдирной муки опара у меня бродила 6 часов поднялась видите как хорошо она сейчас на пике начинает проваливается образуется дырочки кратеры это значит опара созрела берем 200 граммов опары добавляем 200 граммов холодной воды размешиваем датским венчиком чтобы у нас опара лучше разошлась в будущем тесте добавляем 50 грамм ржаной муки добавляю 300 граммов пшеничной муки первого сорта 8 граммов соли если соль я добавляю сразу я сыплю только поверх муки чтобы соль сразу не попадала на закваску либо на опару и сразу не вступала с ней взаимодействие и перемешиваем наше получившееся тесто промесили тесто получается вот такое достаточно упругое средней плотности теста убедитесь что не осталось сухой муки и проверьте его со всех сторон если все хорошо накрываем крышкой оставляем минут на 15 через 15 минут возвращаемся к тесту слегка смачиваем руки и проводим хороший замес переходим на стол тесто средней густоты его удобно месить на столе замешиваю растиранием технику замеса растиранием посмотрите у меня в ссылках в описании и замешиваем тесто до гладкого состояния чтобы она стала однородным тесто стало гладким поверхностью него глянцевая смазываю миску растительным маслом и укладываю тесто на брожение оставляю его на столе сейчас комнатная температура 22 градуса через один час вернемся к тесту через час смотрим на тесто постучите по донышку звук пока еще не глухой посмотрите сбоку брожение пошло но она еще не очень активно и можно оставить тесто еще скорость брожения зависит от вашей температуры воздуха у меня плюс 22 как я и говорила это не очень жарко оставлю пожалуй тесто еще примерно на часок пускай еще побродит прошел еще час смотрим на тесто ну совершенно другое состояние брожение пошло уже хорошо тесто разрыхлены и подсыпаю муку на поверхность на стол и выкладываю тесто смотрите какое красивое тесто но хорошо активно бродят когда вы используете большую опару большом объеме это позволяет сократить время брожения теста и быстрее переходить уже к формовке и выпечки но эти какие большие пузыри классные округляю заготовку дам ему небольшую отлежку минут 10-15 и будем приступать к формовке оставляю на отлежку прошло 15 минут чуть-чуть муки на поверхность формуйте так как вам нравится можно отправить это тесто форму с формовок продолговатой буханкой я люблю больше подовый хлеб поэтому буду формовать своим любимым пеленанием в корзину и в этот раз отправлю в корзинку швом вниз накрывая пленкой оставляя на столе на расстойку расстойкой займет от часа до двух смотрите сами по увеличению в полтора два раза то есть у меня примерно до края форма она должна дойти и вот здесь вот в ширину естественно заготовка тоже раздастся оставляю подходить прошел 1 час 20 минут расстойки смотрите как прекрасно выросло тесто в этот раз я укладывала тесто швом вниз значит верх хлеба будет здесь чтобы выложить хлеб таком положении смачиваем руку выкладываем на руку и опрокидываем на бумагу вот красивый пузатый хлеб получается духовку я разогрела выпекать буду в гусятнице под колпаком 250 градусов 15 минут затем снимаю колпак снижает температуру до 210 и допекая еще примерно 20 минут чтобы корочка была чуть более румяной берем распылитель с водой и делаем два пшика на поверхность берем лезвие тесто расставилось тепле режется тяжело поэтому можно разрезать не один раз а например два или вот так подрезать как я сейчас делаю делаю не очень аккуратно достаем гусятницу аккуратно придерживая за бумагу сбрасываем хлеб накрываем колпаком и отправляем духовку через 15 минут снимаем колпак ого вот это пуза давненько у меня таких не было шикарный хлеб шарообразный почти колобок отправляю допекаться выглядит великолепно хлеб у меня готов смотрите какой великолепный получился красавец очень пузатый очень румяный очень красивая корочка с вот такими пузырями блистерами это значит он хорошо выбродил и смотрите вот здесь я переживала что у меня тонкая осталась перемычка теста и она порвется но нет он красиво раскрылся очень высоко поднялся мне очень нравится легчайший хлеб как пахнет замечательно решил меня порадовать и я ему очень очень рада оставляю его на решетке до полного полного остывания потом мы с вами разрежем и посмотрим какой внутри это такая интересная вариация французского деревенского опарного хлеба если прошлый рецепт который мне есть он безопарный он на закваске это можно сказать опарный французский деревенский хлеб по моему он великолепен прошло несколько часов хлеб не до конца еще остыл чуть-чуть теплый серединке и снизу я это чувствую но мне очень хочется его разрезать смотрите после остывания какая потрясающая него корочка она хрустит и она при этом очень очень тонкая пахнет как вкусно но французский деревенский он всегда очень вкусно пахнет и вот такой него мякиш очень красивый кружевной такой не очень равномерный здесь крупные поры здесь помельче чуть-чуть тепленький ой какой душистый классный ароматный хлеб потрясающе получился хлеб я очень довольна подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите вопросы и комментарии в описании также другие мои ресурсы подписывайтесь и на них тоже чтобы оставаться на связи будем с вами продолжать печь и испечем еще много всего интересного